Беларусь и Казахстан 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 Назарбаев, 56% россиян Сказали, что он вызывает у них наибольшее доверие В целом, если сравнить отношения к лидерам государств то здесь мы видим корреляции между тем, как воспринимаются страны и отношением к их главам Главы Беларуси Казахстан, Азербайджан и Армения находятся на лидирующих позициях, то, насколько защищены права русскоязычного населения, это важный показатель дружественности страны по отношению к России и ее надежности как партнера. Говоря о том, где в наибольшей степени обеспечены права русскоязычного населения, в первую очередь выделяли Беларусь, Казахстан, и Беларусь, конечно, с существенным отрывом лидирует в этом рейтинге. 66% считают, что права русскоязычного населения в этой стране защищены. В отношении Казахстана 38% россиян считают, что там обеспечены права русскоязычных. И также Армения и Азербайджан находятся в лидерах этого рейтинга. Но хотела бы обратить внимание, что практически во всех странах наблюдается позитивная динамика и рост показателей, касающихся обеспечения прав русскоязычного населения, что может рассматриваться как результат проводимой политики. И в целом русские чувствуют себя с точки зрения россиян сегодня более уверенно, чем это было еще 4-5 лет назад. Итак, Беларусь и Казахстан у нас среди стран-членов СНГ пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян. Они считаются самыми стабильными и успешными. Наши сограждане называют их главными партнерами России на международной арене. По критерию обеспеченности прав русскоязычного населения Беларуси и Казахстан вновь входят в первые строчки в списке. И хочу обратить внимание, что если в Беларуси это было 27%, а в 2010 году, в этом году это уже 66%, это очень значимая позитивная динамика. В Казахстане было 18%, стало 38%. И президенты Беларуси и Казахстана возглавляют рейтинг доверия лидерам государственных членов соотружества. Продолжение следует...